Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событии 22 июня. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов. Красная Армия не была моторизована. Командный состав из-за сталинских репрессий конца 1930-х годов состоял в основном из малопытных полководцев. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров первые недели войны, остановить врага не удалось. До последнего сражались герои Брестской крепости и Минска, Киева и Одессы, Ленинграда и Сталинграда, Севастополя и Новороссийска, Керчи и Тулы, Смоленска и Мурманска. Однако уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в битве под Москвой. В скором времени советская армия разбила фашистские войска под Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, на Курской дуге, правобережной Украине и в Белоруссии, в ходе Яско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операций. Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой? Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 24 июня в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.